Ребята, всем привет! Всем доброе утро! Новый выпуск на нашем канале. Как вы помните, мы находимся с Лили в круизе, который идет из Санкт-Петербурга в город Москва. Ребята, мы прошли уже треть пути, и сегодня у нас остановка в городе Петрозаводск, где мы поедем на экскурсию в заповедник Кивач на легендарный водопад Кивач. Погодка у нас сегодня пасмурная, плюс 19. У нас сегодня экскурсия на водопады, как я уже сказал. И здесь, конечно, как всегда есть бесплатные экскурсии, экскурсия по городу. Наша экскурсия платная, потому что это водопады, потому что это далеко, потому что надо ехать. Мы приехали в заповедник Кивач, и здесь у нас будет экскурсия к знаменитому водопаду Кивач, который является вторым по величине равнинным водопадом в Европе. Сейчас у нас здесь будет небольшая экскурсия, минут на 15, и затем у нас будет около часа, здесь свободное время, мы пойдем, собственно говоря, на сам водопад. Здесь есть Дендрарий, куда мы сейчас отправляемся, но сказали, что музей здесь и Дендрарий совсем небольшой, и основное, конечно, куда мы, собственно говоря, идем, это водопад. Но на водопаде у нас свое свободное время, мы там сами будем гулять уже. Кстати, посмотрел, таблички висят, дроны здесь запрещены, полетать не удастся, к сожалению. Ну, значит, будем так снимать на камеру. Смотри, здесь можно покататься на хаске. Северная олень, экскурсии катания. Хаски, северная олень. Ну, что, Карелия. Ребят, а вот смотрите, такой стенд интересный. Я первый раз сталкиваюсь, где очень подробно про каждое насекомое с примерами и описанием выложено прямо на витрине. Ну, например, очень много разных видов мух. Ну, то есть ты думаешь, ну, муха и муха. Муха мясная, муха падальная, муха навозная. И все они разного вида. Ну, вот, кстати, небольшой, но очень такой интересный музей, да? Да. Совсем маленький, крошечный, но интересный. Особенно с насекомыми. Ну, вот никогда не знаешь, тебе попадаются разные насекомые, но ты никогда не знаешь, как он называется. А тут тебе, пожалуйста, с примерами. Вот такие крохотные, побольше. Ну, прикольно. Ну, что, друзья, мы с вами уже движемся в сторону водопада. Здесь, смотрите, организовано все. Ступеньки, перила, мостики. Все красиво сделано. Смотрите, поворачиваем голову. Вот мы оттуда пришли. И первое, что бросается в нос, это запах, конечно, еловых деревьев. То есть прям невероятно такой, невероятно стоит мощный запах. Ну, и вот здесь, видите, такая скалистая начинается местность. Спускаются. Это, кстати, к слову, что вот какие экскурсии, да? Ну, вот, понятное дело, удобная обувь, комфортная одежда. Бывают прогулочные по городу, а бывает, что ты как бы прям и на природу выходишь. Ну, и мы буквально прошли несколько метров от входа, и сразу же у нас здесь смотровая площадка, с которой открывается вид на водопад. Я правильно понял, что вот это уже водопад есть? Ну, идти вообще. Мы три минуты шли. Да, можно прогуляться слева от водопада и справа. Так, ну, мы держим путь свой вдоль водопада. Здесь, видите, такая каменистая местность. Но, в принципе, вполне комфортно идти. Я, правда, в не очень удачных кедах. Ну, в принципе, как всегда. Подбирать обувь в путешествие – это прям мой конек. Я никогда не могу правильно выбрать обувь, которая нужна. Там, где нужна обувь комфортная, я иду в городских кедах. Там, где нужна обувь такая, знаете, с подошвой, чтобы была резиновая, знаете, вот куда-нибудь водопад. Я обязательно в каких-нибудь сланцах, которые разваливаются по пути. В общем, это прям мое. Мы были в прошлом году, тоже в Карелию ездили, и были на каком-то водопаде. Я, честно говоря, не помню его название. Это был другой водопад абсолютно точно, но очень похожи, конечно, природа и пейзажи. То есть, вот мы приехали сюда, и если бы, знаете, не парковка, и не входная группа другая, то я бы подумал, что это то же самое место, потому что настолько они похожи. Вот эта каменистая местность, вот эти деревья, все прям как одно. Но другое все-таки место и другой водопад – это прикольно, потому что мы уже второй водопад увидим в Карелии. Ну и вот, друзья, с вами мы наблюдаем водопад. Лиля говорит, что прочитала, что у него перепад высот 10 метров, да, 10 с половиной? Да, 10,7. 10,7. Ну, вот, например, я так понимаю, что это общая высота. То есть, например, самая верхняя точка и, грубо говоря, самая нижняя его точка. То есть, ну, не каждый 10 метров. Потому что здесь явно не 10 метров. То есть, метр 4, наверное, максимум. Я прочитала, я ждала увидеть, что он такой высот, и, знаешь, потом ты говоришь, что он равнинный. Но я и правда думала, он же правда равнинный. Значит, он такой полотник более. С порогами с такими. Ну, здесь прям бурлящая вода. Кстати, говорят, что когда построили ГЭС в 50-х годах, сила водопада в 13 раз уменьшилась. То есть, раньше он был прям очень мощный, а сейчас в 13 раз слабже из-за того, что построили ГЭС. А вот, смотрите, здесь как раз есть описание водопада Кивача. Один из больших равнинных водопадов в Европе. Возраст около 8 тысяч лет. На реке Суни. Четырех ступеней. Вот, видишь, четырех ступеней. Две, как первая и последняя, существенно выше средних порогов. Вот, 10 и 7 метров. Самый высокий порог 6 метров. Четвертый. Получается, мы его... Это общая высота, как мы с тобой... Да, 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 как мы предполагали. То есть, четвертый, это как раз, наверное, самый последний был порог. Который сам внизу мы... Смотри, а скалы, которые обрамляют водопад, представляют собой диабазовую гряду, возникшую не менее полтора миллиардов лет назад. Это же как давно было. Ну да. Смотри, а и название. Откуда идет? Киви – камень. Или Кивас – снеговая гора. Или бурный, стремительный – Кивас. Вокруг водопада мы погуляли. Территория небольшая, 170 метров всего лишь. То есть, это по факту 10-15 минут. И мы свободны. Так, а нам нужно сейчас, ребят, купить воды и кофеечку может выпить. Видите, кафетерий, седой кивач тут. Ну вот, на самом ли, стиль такой вот деревянный. Мне очень нравится, как здесь все сделано. Ну, сразу ассоциации с Карелией. Да, именно. Итак, друзья, мы взяли кофеечек и взяли... Сейчас я достану. Мы взяли калитка с творогом. Смотри, какая штука. Знаменитая калитка? Ну да, это местная выпечка. Они разные есть. Там и с лисичками, и с брусникой. Ну вот, мы взяли с творогом попробовать. Давай. Вкусно, кстати. Тесто необычное. Какое-то другое, как будто тесто. Я просто не разбираюсь, но вкусно. И творог такой, знаешь, мягкий, прям вкусный. Свежий? Угу. Да. Интересная штука. Что мне? Субтитры сделал DimaTorzok Видите, все в дождевиках с зонтиками. У нас, конечно, ничего нету с собой. Наша группа номер 8. Где она? Ребят, на самом деле, экскурсия невероятно интересная. Гид очень такой своеобразный и очень интересно рассказывает. Действительно, у него хорошо поставлена речь, и из-за этого очень интересно слушать. И я столько нового узнала, он прям вот рассказывает и все-таки... Вот, друзья, пару слов, что нам рассказали. Значит, такие дома здесь принадлежали свободным крестьянам. Да. То есть все крестьяне здесь свободные были. У них их земля была, ну, фактически, в частной собственности. Как таковой частной собственности еще не было. Да, у них была община. Да, но эта земля передавалась из поколения в поколение по наследству. И такие крестьяне, они могли выбираться в город, в плане уезжать в город, и там развиваться, и открыть свое дело, как-то повысить свой статус. Становиться купцами становились. Да, получались знаменитые, да, фамилии. То есть у них было такое право. Но это не касается крестьян, которым владели помещики. Это совершенно другие крестьяне, свободные. Ну, а здесь как раз около озера мы наблюдаем баню. И сказали, что баня это самый пожароопасный объект. Тут бани горят даже сейчас. И говорят, что несколько лет назад баня сгорела даже у пожарных. Друзья, нам тут рассказывают очень много интересной информации. Ну, вот что отложилось нам в памяти буквально только что. Значит, это здание называется Рига. Там коптили мясо, да? Мясо, да, и рыбу холодного копчения. Естественно, когда был улов, он происходил не каждый день, не каждый месяц. И большую часть года, в общем-то, это сооружение пустовало. И местная молодежь устраивала там вечеринки. То есть они проводили там свой досуг. И в прямом смысле, знаете, такое выражение? Злачное место. Да, потому что там злаки тоже кто-то сушили там. Да, там сушили злаки. И поэтому называют какие-то такие сомнительные заведения злачным местом. Вот от этого и пошло. Сушили злаки, и молодежь там устраивала такие свои вечеринки. Короче, вот оно, злачное место. Так, ну мы что, пришли в церковь, в преображение. И здесь, ну, видите, хай-тек, современные технологии, электронные бахилы. Да? Классно, чтобы все было чисто. Чтобы чисто все было. Да. Ну и мы заходим. Нам рассказывали сейчас, как ее реставрировали, что она 40 лет реставрировалась. В 21-м году только открылась. В общем, очень много информации. Короче, сюда нужно приезжать людям. Да, место интересное. Да, это прям, ну, реально интересно, да. Я думала, просто деревня. Здесь много всего интересного. Ребят, наша экскурсия закончена. И несмотря на то, что был дождь, в принципе, он быстро прошел. Но экскурсия была суперинтересная. У нас был очень такой, очень интересный гид. Он интересно рассказывал. И если будете здесь, берите дополнительно платную экскурсию, которая проходит в этой церкви. Она недорогая. И вы получите удовольствие от рассказа. Я от себя добавлю, что действительно место было очень интересное. Я немножечко подмерз, правда. Потому что, ну, на погоду такую мы немножко не рассчитывали. Но, тем не менее, все равно все прошло обалденно. Действительно, гид интересный. И место очень-очень интересное. Остров Кижи. Обязательно к посещению. Ну, а мы, тем временем, уже двигаемся обратно к нашему теплоходу. У нас сегодня ужин. И греться в тепло. Ребята, всем доброе утро. Мы в городе Вытигра, Вологодская область. И у нас сейчас две экскурсии. Первая – это водные пути с севера. И вторая будет экскурсия на подводную лодку. Ну, и там нас уже похожей музыкой встречают. Пойдем посмотрим. Ну, вот это вот практически, наверное, все люди. Хотя нет, наверное, многие не пошли на экскурсию. Но это все вот с нашего теплохода. Так, ну, мы, друзья, стартанули на экскурсию. Я как раз смотрю, поворачиваю голову на наш теплоход. Смотрю, люди-то, на самом деле, не все, конечно, ходят на экскурсии. Все это прямо необязательная история. Можно остаться, если вы подустали. Можно отдохнуть там, позагорать. Сегодня, видите, у нас солнышко. 20 градусов. Ну, и, друзья, у нас начинается экскурсия. Мы гуляем по этому городку. 11 тысяч жителей. Маленький уездный городок. Смотрите, тут пятиэтажечки. Все очень аутентичное, скажем прямо. Итак, господа, ну, а сейчас мы подходим к местной набережной. Смотрите, так сделано из дерева мост через реку Вытигру. Видите, у них тут построены детские площадки. Смотрите, есть набережная. Давайте выйдем, посмотрим. Здесь даже сделана, видите, имитация этого шлюза практически. Ну, не шлюз. Открывается, закрывается. Нужно идти перекрыть здесь и открыть заново. Ну, это все так, естественно, декоративное. Ну, и вот тут набережная выстроена. Детская площадка, как я уже сказал. И вот с той стороны набережная. Можно гулять. Так, ну, Лиля тут сразу нашла свое место. Лиля, твоя площадка как раз, да? Очень классно. Видите, детская площадка такая. Специально, как знали. Для Лилики качельки сделали. Мы тут все гуляем. У нас сейчас экскурсия была. Здесь находится музей. Вот это небольшое здание. Только что мы из него вышли. Сейчас уже двигаемся потихонечку в сторону подводной лодки. У нас еще экскурсия будет в подводной лодке. Скинул рюкзак, потому что, на самом деле, стало жарковато с ним ходить. И мы сейчас отправляемся на экскурсию на подводную лодку. Она находится прямо здесь за углом. Все в пяти минутах. Здесь этот городок или поселок вообще совсем небольшой. До всего идти очень близко. Ну что, у нас идет экскурсия. И мы тут обратили внимание на гальон. Вот он примерно как выглядел. Какие-то краны. Тут надо было что-то покрутить, чтобы все работало. Вот умывальник. Как тебе это макияжное зеркальце? Приводить себя в порядок. Потом уже кому-то не надо. Хорошо, что нам только зубы почистить надо, да? Да. И все. Что, первая часть экскурсии у нас прошла? Там душновато, конечно, внутри. Не, ну более-менее. Я думала, будет хуже. Но вначале у тебя был приступ паники немного. От узкого помещения, да? Такое случается, да. Сейчас пойдем наверх смотреть. Так, ну мы немножко, опережая экскурсию, поднимаемся наверх. Потому что там внутри, конечно, душновато. У меня, кстати, связь в наушнике пропала с экскурсией. Подводные лодки в виде связи вообще не работают. Так, а вот мы с вами наверху. Ну вот отсюда она прям вообще небольшая, кажется, да? Так-то 91 метр. 91 метр. Да, да. И 8,5 метра в ширину. Она стоит, видите, на пандусе на таком. То есть лодка сейчас поднята. Она вообще должна быть по ватерлинии. Вот эта белая линия, это ватерлиния. То есть она вот настолько должна быть в воду погружена, а сейчас поднята. Ну что, господа, экскурсия подошла к концу. И мы с Олежкой идем на теплоход. И у нас, получается, мы сейчас стартуем. Сегодня целый день идем. Сегодня ночь идем. И завтра мы побываем в Череповец. Да, и то пребываем не рано, получается. Да, то есть у нас сейчас переход будет такой, почти сутки. Ну что, мы уже в пути. И у нас очередной шлюз. Смотрите, как близко мы подходим к стенке. Слушай, ну так близко вообще. Просто мы сейчас впритык будем смотреть. А, мы все, мы притираемся к стенке. Реально можно достать рукой, видишь? Ура! Уже поднимаемся наверх. Слушай, ну прям вообще нормально. Открывается вид. Вика, видите, таймлэпс записывает на телефон. Вилю, у тебя рука не затекла? Тихо. Не мешай. Ты уже минут 10 стоишь, наверное. Что не сделаешь ради контента, да? Ничего себе, мы уже поднялись на уровень фонаря, да? Угу. Лиль. Пора заканчивать уже, я думаю. Мы еще движемся, я смотрю. Не, уже все. Нет, нет, движемся еще. Серьезно? Да. Все. Движемся до сих пор. Смотри на номер 7, как мы отдаляемся. Да, точно. И вправду. Сейчас вообще фонарь уйдет вниз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ребята, всем доброе утро! Всем доброе утро! У нас очередной день. И сегодня с утреца мы решили немного шикануть. Побаловать, так сказать, себя немножечко. Ну и чтобы себя побаловать, мы заказали себе завтрак в номер. Давайте посмотрим, что у нас тут. Как мы уже сказали, мы заказали завтрак в номер. Здесь есть такая опция. На самом деле, это не то, чтобы мы шиканули. Это может сделать каждый человек в любую каюту, может заказать. Единственное условие, накануне, до часу ночи. Нужно заполнить вот такую вот штучку. Написать номер каюты и, собственно говоря, что вы хотите. Здесь есть легкий завтрак, сытный завтрак. И еще на выбор различная какая-то еда. Чай, кофе, тосты, булочки, повидала. Ну и все в таком духе. Обзор. Опа. Так, что это у нас тут? Так, а это у нас Александр. Наш постоянный зритель, который нас поддерживает. Спасибо большое за поддержку. Ребят, кстати, такой завтрак, такой сервис представляется на любом теплоходе круизной компании «Созвездие». Так что, если вы выбираете какой-то круиз, то там обязательно вы найдете такую же опцию. Играет музыка. Очередной день, очередная экскурсия. Мы с вами находимся в городе Череповец. Пришли только что на нашем шикарном, роскошном теплоходе «Лебединое озеро». Здесь нас встречает небольшая ярмарка, я посмотрю, да? Да, сувениры, торговля. Она рассказывает про историю. Мы разбиваемся, как всегда, традиционно на разные группы и отправляемся на наши экскурсии. А экскурсия у нас называется «Островок усадебной культуры в Череповце». Это я выбрала. Так это бесплатная на выбор, да, была экскурсия? Бесплатная на выбор, да. Но есть еще платная, на которой… Дополнительная. Дополнительная, да. Здесь мы с вами наблюдаем мост. Я, честно говоря, не знаю, как он называется. Просто вот наблюдение. И еще одно наблюдение. Очень большое количество пляжей здесь в Череповце. Вот мы сейчас проходили пляжи через каждый километр. Люди купаются, погода сегодня шикарная. 26 на улице, солнышко. Так что здесь прям этот курорт. Да я одной такой любви, и сама не знаешь ты, Что красотой задвижь любви, королева красоты. Но ни одна из них не станет, не вшибилась все ровно. Вот я как раз говорил, что это за мост, А это первый мавантовый мост России. Мы сейчас как раз по нему едем. Октябрьский мост, да. Друзья, первая локация, на куда мы приехали, Это усадьба Гольцких. Это просто были зажиточные люди города Череповца. Дворяне. Дворяне. Ну, а дворяне не зажиточные, что ли? Зажиточные, зажиточные. Ну, приехали смотреть их усадьбу. Ну, во-первых, что хочу сказать. Сегодня шикарная погода. Сегодня, вчера и сегодня, я так понял, Первые два самых жарких дня, как сказали нам. Вообще, за все лето в Череповце, да. Короче говоря, привезли мы им погоду. Ну, и мы продвигаемся к самой усадьбе. Такое, смотрите, голубое здание. У меня, говорю, ощущение, как будто мы на свадьбу кому-то приехали. И идем на свадьбу гулять. Нарядная такая. Мы привезли нас на теплоходе. И это все гости. А мы тут пришли гулять. Ну, только не очень нарядные. Извините. Ничего страшного, нормально. Может, это современная свадьба, где без фраков надо. Но, в любом случае, очень красивая усадьба. Внешне, по крайней мере. Мы идем внутрь на экскурсию. Ну, вначале мы пошли погулять вокруг этого здания. Здесь небольшой парк. Все растения, как говорят, сохранились с 19 века. Я так понимаю, не сами растения, а сами вот виды растений. Здесь высажены те, которые были здесь в 19 веке. Очень красивый парк, на самом деле, высажен. Красивенько. Тут цветет все и пахнет. Благоухает. Да, красота. Ну, в общем, мы продолжаем наше движение, гуляем потихонечку. Пойдем потом внутрь, потому что... Но мы сейчас не идем внутрь, потому что очень много групп. Все туда хотят, чтобы не толпиться. Друзья, из интересного. Я первый раз вижу, например, такой ледник-холодильник. То есть сюда загружался лед, сюда ставились блюда, и блюда охлаждались. Одной закладки хватало на одни сутки. Продолжаем. Экскурсия сейчас у нас обзорная пешеходно-автобусная экскурсия по городу. Сейчас нас высадили в самом центре города. Вот у них такая тут площадь. Ну, кстати, я вам скажу, вполне себе неплохой город. Да, череповес. Достаточно ухоженный. Милый такой. Пляжики есть. Вот сказали, что в черте города у них 6 пляжей целых. Люди все ползали загорать, потому что сегодня температура 26 или 27 градусов на улице. Вот. Ну и вот наша экскурсионная группа. Видите, нам все рассказывают, показывают. И вот он наш автобус. Кстати, очень комфортный автобус оказался. Мы прям так суперудобно едем в нем. Друзья, ну что, наша экскурсия потихонечку подходит к концу. И в конце мы пришли на набережную. Вот здесь такая красивая. Посмотрите, набережная сделана. Широкая, большая. Вот. Мы, конечно, гулять не будем. Она тут тоже и рассказывает. Видел дорожки. Вот. Так что все очень прилично. Ну и вот выходим к реке как раз. Вот. Путьки плавают. Красота. Да, слушай, ну погода просто шик вообще. У нас тем временем наступил вечер. И сегодня у нас последний, заключительный ужин на теплоходе. И по традиции это, конечно, ужин с капитаном. Капитанский ужин, да. Алилечка, видите, как нарядилась. Красавица. Нет, это мое обычное платье. Оно совсем не нарядное. Я решила не выделяться. Я понял. Короче, ладно. Скромничать, Нарюшка. Ну, мне наряжаться не надо, как вы понимаете. Я всегда прекрасен. А Алика, вот она сегодня у нас в платье. Ну что, идем? Ну, идем на ужин с капитаном. Добрый вечер, дамы и господа. Я рад вас всех привезу к капитанскому ужину. Теплоход отсчитывает свои последние километры наши с вами удивительного круиза. Завтра мы пребываем в городе Москва, где он и заканчивается. Понравилось вам отдыхать у нас или нет? Конечно же, судить только вам. Для вас старались работники ресторана, дирекции круиза, экипаж теплохода, чтобы этот круиз вам запомнился. И вернувши домой, вы вспоминали о нас. Мы не прощаемся, а говорим вам до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам, мир. Приезжайте к нам, будем брать вас. Добрый. Благодарю, что вы с вами в этом круизе. До новых встреч. Спасибо. 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 Друзья, всем доброе утро. Доброе утро. У нас новый день, и это последний день нашего круиза. Мы прибываем уже в город Москва. Как видите, чемоданы мы уже собрали. И сейчас уже буквально выходим на улицу. Вводя итог, хотелось бы сказать, что маршрут понравился. Сервис понравился. Очень хорошее обслуживание здесь, как на уровне. Вообще у Созвездия очень хороший сервис. То есть, как мы заметили это на Северной сказке, так и здесь все то же самое. Уровень тот же. Еда на высоте, как всегда. Как всегда у Созвездия. Такой круиз недельный, неутомительный. Все очень понравилось. Ну, на этой прекрасной ноте, друзья, мы с вами будем прощаться. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вся информация, естественно, будет в описании по круизу. Ну, а мы с вами прощаемся до следующих выпусков. Всем пока-пока. Всем пока.